привет друзья это первая серия в этом году и она будет о том как я ушатал свой сап как я красил короб посмотрим какая будет реакция моей дочки на сабвуфер потому что почти даже больше месяца я ездил без сабвуфера и она уже соскучилась за басом и говорит папа где басуха я хочу музыку с басухой в общем желаю вам приятного просмотра это первая серия и я надеюсь что вам понравится сезон уже прошел я уже достал короб и думаю покрасить почему я достал потому что я ушатал свой саб так получилось у нас было закрытие мотосезона и я навалил очень плотно басухи там еще был такой специфический трек короче я обычно слушаю музыку саб у меня стоит на минус 4 и громкость до 50 этот раз у меня саб стоял в ноль и громкость была примерно 52 и там трек такой лютый короче и вот что получилось у нас так вот катушка целая загнула просто каркас катушки и все то есть катушка достала до дна магнитопровода ударилась и все и каркас катушки загнула и музыка перестала играть а еще здесь оторвала одну шайбу вот все остальное целое катушка светлая только загнула каркас и так мы его отправляем в ремонт репарь of speaker мы будем делать ему кастом то есть менять всю подвижку я думаю что будут жесткие шайбы там пакет шайб губа будет хай ролл на прошитом подвесе карпак карпак колпак будет у нас с карбона я закажу желтую наклеечку pride и будет аналог ташки а тем временем когда у нас будет саб делаться ремонтироваться я покрашу свой короб это экспо короб кто помнит видео я здесь прикреплю сверху ссылочку посмотрите вот такой красавец треки играет очень очень даже хорошо музыкальный короб полочка широкая от 27 герц и аж до 40 герц можно конечно слушать чуть потише и полочка будет вообще широкая там от 22 герц и аж до 60 меня здесь есть шпаклевочка она 19 года выпуска гарантия здесь срок годности здесь указан 24 месяца будем пользоваться тем что есть я думаю она не застыла она была закрыта плотно вот все масло плавает значит она свежая вот еще есть у нас отвердитель но здесь указано что пользоваться нужно при температуре от 20 градусов а у нас температура в гараже плюс 7 градусов в общем я не знаю она застынет или нет но в любом случае нужно делать я сейчас растоплю печечку пошпаклюем потом шлифером это все зашлифуем и поедем к юре малеру на покраску он будет мне красить я хочу покрасить точно такой цвет как и моя машина серебристый металлик сейчас мы в тестовом режиме проверим работает ли шпаклевка где-то так это все дело перемешаем так я уже прям чувствую как она уже твердеет знаю значит это много дал отвердителя но ничего страшного нормально как раз высохнет проверим как оно шлифует так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я буду ехать на почту, отправлять свой сабик на ремонт. Давайте посмотрим, каким я его отправляю. Здесь у нас две гофры. Котик. Эти вставки я положу между резиной. Котик. Мур-мур-мур. Котик. Котик. Так, всё, давай, на выход. Вот он мой красавец. Итак, напоминаю ещё раз, может кто не видел, перемотал на середину. Саб едет на замену катушке, потому что на большой громкости замяла каркас катушки. Итак, катушечку. Я не знаю, будет ли вам видно. Катушка целая. Просто замяла каркас. Просто замяла каркас и всё. Ну что ж... Бывают неудачи. Скоро будет новенький. Сильно я его не пакую, потому что по-любому придётся распаковывать на почте, чтобы они посмотрели, как я упаковал, целый ли товар, ну и так далее. Вот видите, оригинальная коробка BB-V2. Пятнашка, где два катушки. Сейчас уже такие коробки в Pride не делает. Сейчас обычные, вот такого цвета. Однотонные. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приехали на новую почту номер один. Это грузовое отделение. Сейчас пойду отправлю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отправили, короче, динамик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ну, зацените, как свет светит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как раз нормальная температура, чтобы краска застыла до утра Ну и все, вложу третий слой Субтитры сделал DimaTorzok Так, приехали мы к Юрцу забирать короб Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, как вы поняли, Юрец занимается машинами, то есть покраска, рихтовка, шпаклевка и так далее У него там Америка стоит Его друг пригнал Америку, хочет сделать Ну и продать, соответственно Чуть поездить и продать Сейчас так все делают, там все перекупы С целью чуть-чуть заработать Но есть такие автомобили В которые ты, типа, вкладываешь, да И выходишь либо в ноль, либо в минус То есть, это чисто такой бизнес, знаете Как для меня, он не очень прибыльный И самое главное, нужно не напаривать, типа А именно говорить конкретные косяки, там что было Ну и так далее А по поводу короба Юрец сказал, что, ну, как я хотел Я купил грунт за 60 гривен Покрасил, короче, и все Я там положил три слоя Он сказал, что автомобильная краска Она не возьмется на такой грунт То есть, она свернется и все Нужно было купить грунт за 200 гривен Хороший автомобильный грунт Положить Покрасить И тогда было бы все нормально А так я захотел сэкономить А получилось все наоборот В общем, сейчас уже приехал к себе домой Всю шпаклевку я сошлифую сейчас Все сравняю Положу, наверное, возможно, еще один слой грунта Или же, как Юра сказал, купить обычную краску Не грунт, а краску Положить Первый легкий слой краски Пускай оно высохнет А потом уже Ложить второй такой плотный слой Краски И, возможно, тогда Будет чуть-чуть глянца на коробе В общем, так, как я хотел Не получилось Но ничего страшного Это уже не короб из фанеры Просто как все катаются Просто сделал короб и все А я покрашу Короче, у меня с прошлого раза осталась Готовка Ого, ничего себе Короче Я не знаю, хватит или нет Чтобы задуть полностью короб Ну, в общем, начинаю красить А там уже как получится Что будет, то будет Ну, все Краски не хватило Хватило вот только на эти стороны Вот видите Не прокрашено Поехал в магазин Купил еще грунта Пускай оно подсохнет Положу еще один слой И все И уже буду ставить в машину Ребята, всем привет Я немного приболел Если переметать пару минут назад Слышно по моему голосу Что я уже начинаю болеть И, короче, вот спустя неделю Я заболел Уже полностью Сейчас я на больничном Чуть-чуть иду на поправочку И Сегодня пятница Буду скоро ехать в садик Забирать дочку И везти ее к бабушке и дедушке И дочка меня постоянно спрашивает Папа, где бас? Я хочу, чтобы была бас Потому что музыку просто так слушать Ну, на обычном фронте Просто невозможно Оно там все пищит Хотя я убрал все фильтра Чтобы фронт играл Там, к примеру, от 50 Гц Но это не то Она говорит, что я хочу, чтобы был бас Чтобы гупало А так как короб меня на покраске Уже, наверное, месяц Он уже вот стоит Он уже высох полностью Такой чисто матовый получился У меня есть час времени Я как раз сейчас Закончу короб Ну, как закончу Я прикручу клеммы Плюс и минус Чтобы не выводить провода через порт Вот у меня идут провода У меня есть Вот такая медная шпилька На работе токаря мне Выточили вот такую вот шпильку Все, я сейчас ее отрежу пополам Запихну через стенку И все Прикручу саб Я уже саб забрал с ремонта В коробке лежит Прикручу Закину И поеду за ребенком в садик И, наверное, попробуем снять ее реакцию На музыку с басом Очень давно не слушала сабвуфер Короче, снимем реакцию Так, сейчас у нас 3 часа Через час Мне нужно будет уже выехать Ну что, погнали Кто не в курсе Нужно перед тем, как резать шпильку Нужно накрутить пару гаечек Чтобы потом можно было По резьбе легко выкрутить Все, вот видите Можно и выкрутить потом И закрутить легко То есть, оно резьбу само нарежет Вот так сделали пару раз Все, отлично Вот, смотрите С легкостью Раз, два Все, есть Ну это так Кто знал, тот знал Кто не знал Вот вам лайфхак Вот он, мой красавчик Здесь еще будет желтая наклеечка Pride И визуально будет похожий на Pride Но у Pride Есть большие отличия Это по краю губы Здесь пресс текста Pride Колпак и губа В принципе, хайролл Ну губа и колпак Они одинаковые Только отличие Что здесь просто выбита Pride Там здесь, здесь, здесь и здесь Все Ну и у Pride, конечно же Три магнита Катушка 3 дюйма Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а теперь самое сложное Это запихнуть короб в багажник Наверное, я еще полежу на больничном Потому что спина будет болеть Это, наверное, 100% Он же тяжелый И я сейчас сам буду его запихать в багажник В общем, давайте посмотрим В общем, нормально, короче Запихнул Спина, надеюсь, болеть не будет Приехал за ребенком в садик Сейчас посмотрим ее реакцию на басуху Подверь Подверь Внимание Боже, как красиво Да, расцепай Да ты шо? Я так ее вообще подсюда сбачу Да, это сисок Милашка, я уже бас сделал Теперь будет музыка с басом Ой, я хочу громче Громче? Да Сейчас будем слушать Да Громче, громче Здесь нельзя купать Это правильно? Ой, ее батарейка Хочешь песенку Ой, ее батарейка? Да Сейчас посмотрим Или такое? Нет Ой, ее батарейка Поднимите руки вверх, че стоим? Че вам людям лень? Не хотим? Че такой ты негатив? Не стоит? Потому что ты не помогал другим Ну что ж, вот такая была серия Я надеюсь, вам понравилось Нажимайте лайк, подписочку И рекомендуйте друзьям Дальше будет лучше Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok